Первыми проблемы с газом ощутили на себе жители микрорайона Достык. Правда, сначала люди подумали, что это лишь рядовое отключение, к которым достыковцы попривыкли. Но в этот раз без газа затянулось. До сих пор газа нет. Отапливаемся углем. Для приготовления еды используем баллоны. Давление газа снизилось по вине узбекских поставщиков, пояснили в областном управлении энергетики. Узбекская сторона объяснила сбои техническими причинами и уверила, что идет устранение неполадок на газопроводе. Чтобы увеличить поток газа в дома-горожан, было принято решение использовать резервные варианты. Увеличена подача газа из газопровода Бинео-Шимкент, а также из газохранилища Полторадское в Сарагашском районе. Но давление газа в домах пяти крупных микрорайонов Шимкента все еще не достигло нормы. Поэтому введено ограничение подачи газа предприятиям Шимкента. Коснулось ограничений и теплоэнергостанции «Энергоорталык-3», снабжающей теплом городские многоэтажки. В управлении заверили, что перебоев с отоплением не будет, так как ТЭЦ-3 перешла на резервное топливо. На сегодня имеется 8 тысяч тонн мазота. За вчера мы использовали 220 тонн всего. То есть, если даже будут такие ограничения продолжаться, городу не о чем беспокоиться. Мы полностью будем работать в штатном режиме. Сейчас мы подаем городу 90 градусов тепла в штатном режиме и обратка 50. Как сообщила пресс-служба компании КАЗ «Трансгаз Аймак», сегодня Узбекистан полностью возобновил поставки газа в Южный Казахстан. Ситуация с газоснабжением в домах южноказахстанцев полностью нормализуется уже к концу недели, говорится в распространенном пресс-службе компании сообщении.